Доброй ночи, Страж! Это экспресс-обзор статьи на этой неделе в Банжи от 30 мая 2019 года. И вот что у нас из новостей. Чаша изобилия. Новый предмет в вашем инвентаре. Вы сможете получить Чашу изобилия в начале сезона и с течением времени улучшать её. Чаша будет работать на весь аккаунт. Для использования Чаши игрокам понадобятся руны, которые можно получить при выполнении следующих активностей. Еженедельные контракты, открытие особых сундуков на Нессе, использование расходуемого нового предмета, который гарантирует получение руны после завершения налета, гарнила или гамбита. Если один игрок в команде использует этот расходуемый предмет, то у других игроков будет шанс также получить руну. Эти самые руны игроки должны вставить в Чашу. Успешное завершение паноптикума со вставленными в Чаши рунами даст награду. При этом игроки смогут выбрать, какую именно награду они хотят получить. Тип награды и качество будут зависеть от вставленных рун и выбранных предметов. Улучшение Чаши будет происходить с помощью новой валюты, Империалс. Ее можно получить, выполнив еженедельные контракты, особые триумфы, используя специальные расходуемые предметы, которые дадут эту валюту. Позже улучшенная Чаша будет давать Империалс при прохождении активностей. Игроки смогут выбрать тип улучшения. Открыть дополнительные слоты под руны, чтобы было больше контроля над параметрами шмотки или пушки, которые вы получаете за паноптикум. Улучшить количество получаемых рун или их вариативность. Улучшить количество получаемых мощных наград с паноптикума. В игре даже будут руны, которые позволят наролить пушке определенный абсолют. Подробнее рассказали о грядущих сезонных пушках. Тут самая интересная инфа касается снайперской винтовки Ревокер из Гарнила. Она снабжена перком снапшот и прицелом эмбуш, что по сути уже гадрол для любой пвп винтовки. Получить ее можно, если вы наберете за весь сезон 3500 очков в состязательном плейлисте. Важно понимать, что не за достижение 3500, а именно после того, как вы в сумме наберете столько очков. Например, набрали 2000, слили хоть в ноль, набрали еще 1500 и все. Винтовка ваша. Некоторое оружие также решили переработать. Не экзотическим плазменным винтовкам улучшат урон в пве. В штурму увеличили пве бонусы к урону после срабатывания перка от убийства натиском на 100%, а максимальное количество патронов с бафом будет увеличено с 20 до 99. Увеличен боезапас мечей и увеличен урон легких мечей в пве. Подробно расписали в процентах, как изменятся разные типы клинков. Например, некоторые будут тратить больше зарядов на мощный удар. Показали награды для тех, кто закроет новый рейд в первые сутки, чем в очередной раз подтвердили причастность к тематике улья. И показали новую вкладку директора. На нее перенесутся все задания и квестовые предметы. Для любителей копить контракты заранее уточнили, что контракты с Китальца, выполненные в этом сезоне, повысят вашу репутацию в новом, но мощных наград за них вы не получите. Кроме того, Банжи дропнули важнейший анонс. 6 июня студия поделится с нами важными новостями о следующей главе Destiny 2. Четверг, 6 июня, 8 часов по московскому времени. Запомните эту дату. Спасибо за просмотр. Услышимся!